Приветствую всех, друзья! На связи с вами Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz. И в данном обзоре я бы хотел разобрать и протестировать вот такой вот сервис RAM Trancy, который предлагает нам заработок на RAM памяти некой. То есть сервис поминутной аренды оперативной памяти нашего компьютера, который обещает нам платить от 400 евро в день. В общем, с данным сайтом вы сможете ознакомиться и без моего непосредственного участия. А сейчас давайте протестируем данный проект. Для этого заполним вот такую вот форму. Придумываем логин. Придумываем также пароль. И жмем «Искать арендаторов». Происходит поиск арендаторов. Пожалуйста, ожидайте. Здесь нам целый ряд отзывов показывают. Так, и вот такое вот гиф-изображение, которое должно вызвать у нас впечатление того, что на самом деле здесь происходит какой-то поиск. Все, мы ожидаем. Найдено 472 арендатора. Сдать оперативную память в аренду жмем. Оперативная память нашего компьютера работает с задачами арендаторов. Нам вот здесь начинают неимоверно быстро поступать деньги. Еще одну картинку показывают гиф, чтобы, соответственно, вызвать у нас следующее впечатление о том, что, да, на самом деле идет какая-то работа. Вот, и вновь просят нас подождать. У нас уже больше, чем 400 евро на счет накапало. 500 даже. 600. 700 евро. 700. 900. 900. Сколько нам придется это ждать? У нас уже больше, чем 1 тысяча евро на счету. И пока, собственно, ожидаем. Я уже знаю, что в дальнейшем у нас потребуют на данном проекте производить те или иные оплаты. И они принимаются через каталог партнерских программ и приема платежей eBay. Собственно, за вот этим вот сайтом стоит вот такой вот товарищ под логином NikosPokemon, который, собственно, вот принимает целый ряд платежей на 900, 289, 240, 1668, 940 и 590 рублей в данном проекте. То есть, по сути, он и является создателем данного сайта. Если жмем вот по ссылке из каталога, попадаем мы прямиком на главную страницу вот этого вот сервиса RMTrends, который предлагает нам заработок от 400 евро в день. Так, здесь, соответственно, все еще продолжают поступать деньги на насчет. 2000 евро у нас якобы здесь накопилось. И поскольку довольно-таки долго все это проистекает, ожидания, неизвестно, сколько нам еще придется ждать, я приостановлю запись этого видео на паузу для того, чтобы не затягивать время. и затем вновь продолжу запись обзора. Мы вместе с вами попытаемся посмотрим, сколько нам начислят и попытаемся, соответственно, эти деньги снять. Что ж, друзья, нам сообщили, что мы заработали 2611 евро. И для того, чтобы вывести эти деньги, нас просят оплатить минимальную проверочную сумму в 90 рублей. И якобы, если мы эти деньги введем, то после этого нам моментально на вот счет, с которого мы заплатим, поступит эта сумма в 2611 евро. Для этого жмем проверить счет и получить деньги. И переадресовывает нас на форму оплаты от сервиса ePay. Вот это вот первые 90 рублей, которые с нас требуют данный товарищ. Ну, то есть, вот мы его вам предварительно показывали, что в свою очередь у нас уже вызывает подозрения, поскольку и каталог этот известен не самыми качественными продуктами в Рунете. И непонятно, какой вообще товарищ принимает все эти оплаты в конце в итоге на свой счет. Но я сейчас все же произведу этот платеж на 90 рублей, после чего вновь продолжу запись этого обзора. И мы вместе с вами посмотрим, выведут ли нам обещанные 2000 евро на счет, с которого я сейчас заплачу, ну, то есть, с Яндекс денег платить буду, или не выведут. Подтверждение номера счета за 90 рублей мы успешно оплатили, предоставили нам вот такую вот следующую ссылку, жмем. На нашем счету на данный момент 2611 евро, сообщает. Проверка номера счета прошла успешно, и деньги нам будут переведены на счет, если мы сконвертируем в валюту нашего счета, то есть, в рубли. Стоимость этой процедуры составляет 290 рублей. После оплаты конвертации деньги будут мгновенно отправлены на счет и зачислены в течение 5 минут. Что ж, жмем провести конвертацию и получить деньги. для этой оплаты мы попадаем всего на ту же самую форму оплаты от сервиса ePay. Заплатить нас требует 289 рублей. И сейчас я произведу и этот платеж, после чего вновь продолжу запись обзора. Конвертацию в валюту мы также успешно оплатили, нам предоставили еще одну ссылку. Конвертация прошла успешно, нам сообщают на нашем счету 166 904 рублей. и нам теперь необходимо произвести оплату еще на 240 рублей за прикрепление нашего рублевого счета непонятно только к чему. И после прикрепления существующего рублевого счета деньги будут многоденно отправлены на счет и зачислены в течение 5 минут нам сообщают. Я не знаю, что мешает сейчас нам вывести наши деньги, которые по идее должны были быть у нас. все же жмем прикрепить счет и получить деньги. И сейчас я вновь произведу эту оплату на 240 рублей, после чего продолжу запись обзора и мы вместе посмотрим, поможет ли это прикрепление счета, закрепление нашего рублевого счета получить вывод на 166 тысяч рублей или же нет. Закрепление счета нами также было успешно оплачено. Рублевый счет успешно закреплен. Чтобы завершить вывод средств в размере 166 тысяч рублей, остался всего один шаг. Уплатить комиссию по эквайрингу согласно законодательству Швейцарии. Комиссия составляет 1% от суммы или 1669 рублей. И вновь у нас здесь вот это обещание, что как только мы ее платим, в течение 5 минут деньги будут нам зачислены. Жмем зачислить деньги на мой счет и попадаем на форму оплаты, где с нас требует 1668 рублей. Хотя у меня уже практически не остается сомнений, что ничего мы так и не получим. В качестве тестирования я все же произведу эту оплату на 1668 рублей, после чего вновь продолжу запись обзора и мы вместе с вами понаблюдаем, что нас будет ожидать на этом проекте в дальнейшем. Комиссию эквайринга мы также успешно оплатили. Нам говорят, что комиссия эквайринга успешно оплачена, сумма к выводу превышает 150 тысяч рублей, а это значит, что нужно заплатить госпошлину швейцарскому отделению международных переводов и требуется нас здесь за это еще 940 рублей, в который раз уже в пятый нам обещают, что после оплаты этой пошлины деньги будут зачислены к нам в течение пяти минут. Что ж, жмем уплатить пошлину и получить деньги. И сейчас я произведу очередной платеж на сей раз на 940 рублей, после чего вновь продолжу запись обзора, и мы вместе с вами увидим, что нам предоставят после оплаты этой пошлины. оплату требуемой от нас пошлины мы также успешно произвели, нам предоставили следующую ссылку. Деньги поставлены на вывод, сообщают, ожидайте, сумма поступит на ваш счет, хотя обещали нам, что деньги поступят к нам не в течение 30 дней, а моментально. Если мы хотим ускорить вывод, нам нужно оплатить 590 рублей, тогда деньги предоставят нам в течение 5 минут. Что ж, ждать 30 дней для того, чтобы завершить тестирование, у меня нет никакого желания, поэтому я сейчас произведу и вот этот платеж на 590 рублей. Для этого жмем завершить перевод, встречает нас знакомая вот эта форма оплаты. Сейчас я оплачу автовывод на 590 рублей, после чего продолжу запись обзора, и мы вместе с вами посмотрим, выведут ли нам моментально наши деньги из этого сервиса наконец-таки или нет. услугу автовывода для того, чтобы получить в течение 5 минут наши 160 тысяч рублей, обещанные нам, мы оплатили, нам предоставили следующую ссылку, жмем, и вместо вывода, который нам здесь обещали, нам дают вот такой вот бесполезный архивчик под названием заработок, в котором содержится совершенно бесполезная методика заработка, которую даже если расценивать как компенсацию вместо обещанных нам 160 тысяч рублей, никогда не позволит вам их заработать. Ну и более того, мы сейчас произвели 6 оплат на сумму более чем 2 или даже 3 тысячи рублей, для того, чтобы получить вывод обещанных нам 160 тысяч рублей, но по факту мы никакого там автовывода, никакого моментального вывода средств из данного сервиса не получили, поэтому в общем на такой вот не вполне радостной ноте я думаю мы можем подвести итог. Мы категорически вам не рекомендуем связываться с сервисом вот этим RamTrends, который предлагает заработок от 400 евро в день на поминутной аренде оперативной памяти вашего компьютера, поскольку в результате вам придется здесь произвести целый ряд оплат, 6 штук, если быть точным, на сумму более 3000 рублей и по сути вы так и не получите обещанного вам вывода средств, обещанного вам заработка, единственное, что он в конце всего этого предоставит, это вот такой вот бесполезный архив с бесполезным совершенным методом по заработку в сети, поэтому в общем не связывайтесь с данным проектом и берегите ваши деньги. На этом данный обзор подошел к концу, если он оказался для вас полезным, то тогда подписывайтесь на наш канал, также обязательно подписывайтесь на нашу новостную email-рассылку, для того, чтобы получать обзоры подобных лохотронов прямиком на ваш почтовый ящик. Ссылку на подписку вы сможете найти немного ниже данного ролика. А если вы реально хотите зарабатывать в интернете настоящие деньги, то тогда рекомендую вам ознакомиться с разделом проверенных методов для заработка на нашем блоге, в котором собраны материалы, показавшие в результате наших тестирований реальный финансовый результат и которые на самом деле способны принести вам доход. Ссылку на данный раздел вы также сможете найти немного ниже данного ролика. А на этом я с вами прощаюсь, с вами был Владимир Медведев, проект EliteInfobis и до скорых встреч. Продолжение следует...